добрый день доброе утро добрый вечер в зависимости от того из каких городов нас смотрите мы в эфире так все всех вижу что меня хорошо видно и слышно так ну давайте я все-таки представлюсь да те кто меня не знает вдруг есть такие сегодня меня зовут татьяна козьмина инструктор компании формула профи сегодняшнее мероприятие проведу с вами я ну и в принципе скажем так я ответственная за тот проект который в общем то мы начинаем и о котором мы сегодня с вами будем разговаривать значит смотрите давайте я немножечко с вами познакомлюсь прежде чем мы продолжим давайте так я сейчас буду просто называть скажем так категорию людей да и вы будете просто ставить плюсики что да здесь есть такие да чтобы я понимала потому что на сегодняшнее мероприятие мы приглашали разных людей и мне понимать то есть как дальше выстраивать нашу беседу значит первая категория это наши партнеры оптовые партнеры если такие сейчас здесь есть ну можете как-то откликнуться до написать я либо плюс поставить чтобы я понимала что есть такие так вижу мне на фирсова добрый день доброе утро всем татьяна емельянова ну можно да если кто-то еще есть можно продолжать ставить плюсики может быть у нас немножко связь где-то до отстает ну в принципе есть такие немного но есть замечательно следующий значит вопрос есть ли у нас здесь инструктора с действующими дипломами тоже можно поставить плюсики то есть именно от компании формула профи ну да я вижу что у нас есть инструктора и партнеры в одном лице хорошо так если у нас инструктором которые проходили у нас когда-то обучение но срок действия скажем так дипломов уже просрочен и есть желание пройти переаттестацию ничего я в принципе на понимаю так хорошо так но и тогда последняя категория которых мы приглашали на это мероприятие это мастера которые решили для себя что хотят стать инструкторами дать только не плюсики а давайте поставим что-нибудь что что можно поставить звездочку эти звездочку поставим потому что правда вы у меня так не пишет что у меня скоро заканчивается данина это я помню так мастеров у нас очень много замечательно на самом деле то что вы хотите повысить скажем так свою квалификацию свой статус это очень замечательно так ладно значит но в принципе я понимаю кто у нас здесь есть и будем выстраивать с вами разговор ну во первых для чего я сегодня вас всех здесь собрала я хочу чтобы в одном месте я буду давать информацию получать от вас какие-то вопросы чтобы не было разрозненной какой-то информации да то есть все что вас будет интересовать по данному мероприятию ну по тому проекту который мы запускаем вы зададите здесь и сейчас и услышите ответ не только вы лично да и но и в общем то все кто в нем заинтересован чтобы не привлекать большое количество людей на ответы вот на ну такое количество вопросов так значит давайте с самого начала название нашего проекта проект мы назвали так сейчас простите а давайте еще момент такой по регламенту ну во первых чтобы понимали сколько сегодня мероприятие будет длиться где-то ориентировочно я зла заявила в среднем полтора часа как пойдет то есть в принципе может быть мы уложимся и в час может быть растянем на двух часов да то есть будет зависеть от того какое количество вопросов и насколько в общем то я смогу донести сразу же вам информацию да и вопросов не будет так что еще по регламенту смотрите я сегодня работаю без суфлера поэтому все вопросы которые будете задавать давайте их именно в разделе чат не в вопросы а именно в чат я просматриваю то есть передо мной стоит гаджет я вижу всю переписку вопросы заходить не буду чтобы я туда-сюда не бегала да не отвлекалась поэтому все вопросы пишем сюда ну и сегодня помощница яночка она мне если что поможет если что-то буду пропускать если вдруг будет какой-то момент что вопросов посыпется очень много ну мало ли да и где-то что-то будет может быть пропускаться и не отвечаться то можно продублировать свой вопрос я постараюсь ответить на все вопросы сегодня так ну в принципе по регламенту я надеюсь понятно давайте непосредственно о проекте проект мы назвали следующим образом мы назвали его ассоциация инструкторов компании формула профи а точнее программа сертификации ассоциации инструкторов формула профи то есть мы хотим обучить наших инструкторов и не просто их обучить да а вести их дальше то есть хочется чтобы мы действительно были одной командой не то что мы здесь в москве вы где-то там в своем городе в своем регионе идет огромная потеря информации непонимание вообще что происходит какое направление в каком направлении движется компания как развиваться и так далее вот хочется чтобы вы действительно были ну скажем так инструментом тире профессионалом такой большой буквы да которым бы вы оперировали сами на своем месте да при этом зарабатывали деньги развивали свой бизнес либо бизнес ну скажем так своего работодателя если вы на кого-то работаете и хочется действительно понимание того что вы делаете на своем месте для меня лично это очень важно я могу сказать что были ситуации с некоторыми нашими инструкторами когда из региона звонит какой-то мастер который прошел обучение именно с жалобой и мы действительно не можем даже понять как реагировать на эту жалобу да то есть насколько качественно дается материал насколько качественно подается технологии от компании формула профи вот все вот эти нюансики они нас смущали они вас смущали и мы хотим вот этим проектом как бы все это ну скажем так убрать да все вот это вот негативные моменты итак ассоциации инструкторов да то есть хочется как я уже сказала такую команду из наших технологов на соответственно в каждом о вашем городе так кто может вступить в данную ассоциацию но в общем-то я эта информация давалась раньше да то есть кто кому-то попадала эта информация в рассылку но давайте вкратце я все-таки еще раз пробегу то есть в данную ассоциацию могут попасть инструктора с нашими действующими дипломами то есть те кто сейчас да в данный момент имеет диплом действующий сюда могут попасть инструктора с просроченными дипломами ну то есть какой-то причине не успели пройти переаттестацию не было возможности не попали в сроки педсессии которые мы раньше заявляли так и третье это как я уже говорила мастера которые хотят повысить свой статус то есть вот эти три категории могут попасть в данную ассоциацию если я что-то не договариваю может быть что-то непонятно можно в принципе параллельно уже задавать вопросы я буду на них отвечать так какие условия да то есть каким образом можно вступить в данную ассоциацию что для этого нужно сделать через месяц а именно 6 марта у нас начинается так называемая педагогическая сессия ну либо обучение инструкторов да то есть это то с чего начинается этот сам этот самый проект так вот на этой пед сессии мы даем наши дисциплины мы даем наши технологии мы обучаем обучать нашим технологиям мы даем сейчас немножко позже я буду рассказывать именно про программу этой пед сессии да ну то есть это некая такая первая ступень ее нужно пройти точнее это обучение нужно пройти в течение двух месяцев после обучения нужно сдать экзамены на получение дипломов соответственно после этого вы автоматически попадаете вот в эту самую ассоциацию то есть вы являетесь нашим инструктором да диплом говорит о том что вы инструктор компании формула профи в такой-то в такой-то дисциплине в такой-то технологии так но есть момент да то есть на эту пед сессию тоже нужно попасть есть некий квалификационный отбор и вот каждая из вышеперечисленных групп попадают на эту пед сессию по-разному то есть есть квалификационный отбор первичный то есть для мастеров которые впервые вообще с нами мастеров либо может быть вы являетесь уже инструктором да ну не были инструктором нашей компании это тоже может быть вы можете точнее вы должны пройти квалификационный отбор тоже немножко попозже сейчас буду рассказывать подробно что это такое для тех у кого просроченные дипломы то есть инструктора с просроченными дипломами это называется переаттестация да у вас тоже есть определенные условия квалификационного отбора полегче чем для первой группы то есть там просто нужно показать ну скажем так свою деятельность как преподавателя и для третьей группы кто является действующим инструктором вам квалификационный отбор проходить не нужно то есть вы в принципе автоматически попадаете на данное мероприятие так это понятно да попозже буду все это более подробно рассказывать следующий вопрос что дает членство в ассоциации инструкторов но принципе я немножко уже начала говорить о том что наша задача понимать да то есть во первых вас объединить в некую команду и понимать ваш уровень да если скажем так уровень немножечко слабый в чем-то мы должны его обязательно подтянуть то есть я хотела бы чтобы мы работали вместе если ну как 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 сказать слабый да потому что ну немножко не люблю в принципе таких терминов что я вот тут такая вся все знаю а вы там сидите и вообще ничего не знаете конечно нет вообще ни в коем случае потому что вы специалисты если вы в принципе инструктора и есть да и и есть инструктора у которых стаж работы в преподавательской деятельности в ногтевой индустрии ну скажем так больше даже моего это нормально и у меня тоже есть чему у вас поучиться и одна из тоже целей данного мероприятия это обмен опытом то есть мы будем делиться опытом с вами вы возможно будете по желанию конечно же делиться опытом с нами да и со всеми кто будет входить в данную ассоциацию в перспективе это это может быть рост до инструктора ведущего инструктора компании формула профи те кто с нами давно сотрудничают вы знаете что в нашем штате есть инструктора которых называем ведущие техно ведущие технолог компании формула профи при этом они находятся не в москве да но при этом они допустим ездят в регионы дают семинары именно от нашего имени от генерального офиса компании формула профи поэтому у каждой из вас в общем-то в перспективе такая возможность есть и нам даже этого хотелось бы плюс сейчас такой момент до интернет интернет пространство это но не ограничено какими-то километрами и так далее и ваше участие как ведущего технолога она может быть именно через интернет это очень удобно ну то есть будем привлекать вас и для такой работы участие в выставках кто-то из вас уже был на подобных наших мероприятиях мы периодически приглашаем наших инструкторов из регионов для помощи скажем так в работе на выставках это тоже очень очень интересные мероприятия скажем так очень познавательные да такой хороший опыт в работе как инструктора в первую очередь то есть это развитие так что еще хотела бы сказать обязательно конечно же сильных инструкторов обязательно реклама с нашей стороны ваших мероприятий ваших регионов да то есть развитие в таком плане сейчас у нас обновляется сайт на сайте будет то есть он сейчас есть но сейчас немножко идет обновление там будет раздел но сейчас этот раздел есть инструктор компании формула профи там все это висит так что еще хотела бы сказать планируется раз в месяц это уже будет после сдачи экзаменов да после получения дипломов то есть ближе скажем так к лету раз в месяц мы планируем выходить в вебинары то есть это будут закрытые вебинары только для наших инструкторов где мы будем с вами делиться той информацией которой владеем здесь в москве да то есть о новинках о каких-то новшествах о каких-то планах и так далее и тому подобное возможно даже семинары нам интересно даже будет если вы на своих местах в своих городах будете проводить какие-то наши авторские семинары то есть не ждать полгода когда приедет наш ведущий технолог почему нет вы можете это делать сами так ну и раз в год планируем большую конференцию в москве то есть будете приглашаться именно на московские конференции где также будут вставляться определенные программы и будем работать будем работать с вами и на обучение и на каких-то других мероприятиях так здесь я надеюсь в целом все понятно также если есть вопросики можно мне их задавать так ну что давайте поговорим о программе да о программе сертификации именно о программе вот того обучения которое планируется так я сейчас достану свои листочки хотя давайте сначала по квалификационным да отбором все по 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 очереди ну во первых я бы хотела сказать это касается тех кто в первый раз будет ну проходить этот квалификационный отбор то есть кто впервые решил стать инструктором компании формула профи итак квалификационный отбор что в него входит я сейчас буду рассказывать подробно те кому это не интересно ну можете немножечко отвлечься да я думаю минуточек десять займет но сильно далеко все равно не отходите итак квалификационный отбор что он в себя включает ну во первых нужно будет заполнить анкету анкету нужно будет заполнить абсолютно всем кто планирует участие в обучающем мероприятии так после того как вы заполните анкету вы ее перешлете нам вам вышлют на почту вопросы то есть это первый этап квалификационного отбора вопросы по знанию ну скажем так классики в моделировании и маникюре как показывает опыт смотрите давайте я немножко тоже расскажу чтобы не было потом каких то недоразумений да потому что были ситуации когда нам говорили вы на вы нам обещали научить нас быть преподавателем это не совсем так не совсем правильная формулировка мы будем вас обучать обучать нашим то есть мы будем вас учить обучать нашим технологиям да то есть это немножко другое если у вас изначально нет потенциала преподавателя то его ну его невозможно вложить скажем так то есть вы должны понимать вы должны чувствовать быть преподавателем это не просто преподаватель это человек который ну скажем так не просто у меня выросла корона я устала сидеть в кабинете я устала пилить а попробую-ка я еще чего-то да это желание конечно тоже должно присутствовать но не только оно у вас должно быть огромнейшее желание поделиться тем опытом который есть у вас на сегодняшний день если у вас очень маленький опыт если вы мастер всего лишь месяц да ну даже полгода это конечно же очень маленький опыт даже если вы считаете себя просто шикарнейшим мастером да то есть у вас там на два месяца вперед вот расписана запись это ничего не значит потому что нет той базы на которой мы потом будем что-то выстраивать все равно должен быть опыт вот сейчас да просто вот задайте себе вопрос вот если сейчас ко мне придет ученик чему я могу его научить вот чему я сейчас какие у меня есть знания которые я могу дать и быть уверен в том что этот ученик уйдет с этими знаниями и начнет их скажем так вкладывать в свою работу и уже получать зарабатывать на этом да не просто что-то рассказали а именно вот так это первое второе преподаватель это не просто человек который о чем-то рассказывает то есть можно болтать без умолку это кстати тоже для преподавателя очень важно особенно в нашей профессии но это тоже не главное можно говорить 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 но при этом вас не слышат и не понимают то есть когда вы отдаете вы должны понимать а есть ли контакт то есть слышат ли вас понимают ли вас доходит ли ваша информация до вот до нужного до до конечного скажем так потребителя до человека которого вы обучаете это тоже важно потому что я в своей опыте в своем опыте мастера я так же ходила обучалась и повышала свою квалификацию и я видела разных преподавателей и это тоже был для меня опыт потому что когда я стала преподавателем я начинала анализировать ага вот тот преподаватель которого у которого там я была может быть на каком-то семинаре буквально всего лишь час но он мне дал знаний больше чем вот тот у которого я там неделю отсидела на его каких-то курсов да и ушла вообще пустая и конечно же вот это мне тоже дало как сказать очень хорошую базу то есть это тоже опыт хождения да в каким-то вот школам и обучение дальше смотрите если мы говорим об обучении в дистанционном формате это тоже очень хороший момент я думаю что большая часть из вас бывает у нас на трансляциях вконтакте и вы тоже можете их проводить вы тоже можете развивать свои группы таким образом да поддерживать клиентскую базу это сейчас очень популярно и когда вы ведете ну по себе да свой опыт я сейчас рассказываю когда я веду онлайн мероприятия я понимаю что я не могу подойти к своему ученику и не могу его поправить да то есть я не вижу что он делает я не могу поставить ему руку и вот когда я провожу такое мероприятие я понимая это опять же исходя из опыта очных обучений да зная какие вопросы обычно задают я стараюсь в обучении включить вот точнее исключить все эти вопросы да то есть подать материал таким образом чтобы эти вопросы в принципе не возникли вот это тоже очень важный момент для преподавателя и я могу сказать что дистанционные мероприятия мне очень помогли и в очных мероприятиях я заметила что последнее время мне очень редко начали задавать допустим на семинарах вопросы я даже иногда пугаюсь да то есть я поднимаю глаза и пытаюсь понять вообще люди со мной начинаю спрашивать есть вопросы они все говорят нет 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 все понятно вы очень доступно говорите да то есть это тоже был опыт очень хороший опыт который помог мне скажем так вырасти да и вот в этих мероприятиях так вот еще к чему я все это вела к тому что если изначально подобного потенциала нет ну в конце концов ну это либо есть либо нет это честно могу сказать научиться этому очень сложно то ну скажем так не обманывайте себя да никого не хочу сейчас обидеть я очень надеюсь что все кто сюда пришли сюда как раз таки мы продолжим с вами работать но квалификационный отбор нужен как раз таки для того чтобы оценить ваш потенциал девчонки не бойтесь его проходить квалификационный отбор он бесплатный если то есть по квалификационному отбору в конце концов вы можете понять и свой уровень даже если после него мы скажем вам нет не нужно воспринимать это с обидой то есть вы должны будете воспринять это как некий толчок ну к очередному росту да то есть будут вопросы в принципе эти вопросы у вас сохранятся потому что мы будем отправлять вам их на почту и вы сможете потом в дальнейшем ну я разумеется если вы не пройдете да то вы сможете подтянуть себя знаете быть мастером еще раз да к этому вернусь возможно вы будете все это очень хорошо знать вот все те вопросы которые там есть но мастер обычно все это знает руками то есть вот ручками своими он все это умеет он все это знает это происходит на каком-то подсознательном уже уровне но перевести это все в формат слов причем тех слов которые услышат и поймут о чем вы им пытаетесь донести это это сложно вот поэтому это будет для вас первый такой вот опыт да понимания да а нужно ли мне вообще в этом направлении идти и что я вообще как бы из себя представляю именно как преподаватель ну я надеюсь это понятно да меня тоже можно как-нибудь реагировать в чате что все понятно все замечательно то какая-то такая вот тишина немножечко напрягает можно поставить плюсики у тебя похода тишина у меня тишина а там не тишина ну нет там не тишина а у тебя ты чат видишь а у меня подвесло говорят так хорошо ну а что там было хотя бы в двух словах а есть вопросики да сейчас девчонки у меня немножко просто завис телефон так ну ладно сейчас мне его починят я посмотрю все ваши вопросики так поехали дальше ага где вопрос там там по кому про где вас прошло будет проходить в формате теста или онлайн общение с вами пока что еще не рассказано ага да так да давайте поговорим именно о квалификационном отборе как он будет проходить и так а есть два этапа квалификационного отбора первый этап квалификационного отбора это как я уже сказала это вопросы они будут присылаться вам на почту и даваться определенное время но раньше это происходило немножко в другом формате но у нас сейчас технические неполадки там поэтому будем работать такому таким образом вам менеджер отправит на почту список перечень вопросов на них нужно будет ответить в программе word то есть печатать да и там есть вопросы на которые нужно будет нарисовать ну то есть нарисуйте схему ногтя там в профиль там еще как то да там есть несколько несколько вопросов которые нужно будет нарисовать к моменту когда вам вышлют этот документ вы должны будете подготовиться то есть перед вами должны быть листочки должен быть какой-то гаджет телефон на который можно будет потом это все сфотографировать то есть вы отвечаете на вопросы письменно вы отвечаете на них рисуя все свои рисуночки вы фотографируете и в одно письмо вы все это прикрепляете то есть прикрепляете ответы на вопросы и также прикрепляете туда свои фотографии Вам дается конкретное время, 90 минут, то есть это полтора часа. Этого достаточно, уверяю вас, то есть это достаточно времени, чтобы понять, что вы действительно это знаете, а не куда-то там лазите в интернет, да, и пытаясь найти ответы на этот вопрос. Так, если вы проходите, то есть там нужно набрать определенное количество баллов, если вы набираете это количество баллов, вся эта информация вам пришлется, вы все это будете видеть, если вы набираете это количество баллов, то вы проходите, скажем так, в следующий этап квалификационного отбора. Это нужно будет снять два видеоролика, просто на телефон, да, вы можете просто вот поставить куда-то такое вот селфи, то есть не обязательно нанимать каких-то операторов, вы можете это сделать абсолютно самостоятельно, хоть на селфи-палку, ради бога, да, ну, то есть там будет два формата. Первый формат, это нужно будет снять себя вот лицом, да, вот как я сейчас перед вами сижу, в таком формате нужно будет себя снять. Здесь нужно будет рассказать о том, кто вы, то есть нужно представиться, и некая презентация себя. Почему вы хотите стать инструктором компании Формула Профи? То есть что вы видите, какое развитие себя вы в этом видите. И второе видео, это нужно будет уже показать, что вы умеете. Здесь условие, нужно будет нарастить один ноготь, всего лишь один ноготь, в классическом моделировании френч стык в стык. То есть это условие, один ноготочек, но при этом подробно комментируя свою работу. То есть что вы делаете, а главное, зачем вы делаете. Вот вы на этом этапе должны показать, что вы, ну, представьте, что вот я буду смотреть это видео, да, как будто вы не для меня это снимаете, а для своего ученика. Вот именно в таком формате. И я могу, честно сказать, ну, совсем, конечно, плохая работа, не умение этого делать, конечно же, вот-вот-вот. Но если какие-то нюансики, скажем так, косички, именно в самом моделировании, я, ну, частично на что-то буду закрывать глаза, потому что в данном видео у меня больше будет волновать именно подача вашего материала, именно как преподавателя, да, нежели вот технические какие-то моменты, там, что-то вы там где-то неправильно сделали, как-то, ну, я просто говорю это, потому что некоторые начинают вот именно трястись о том, а вдруг я неправильно на кисточку гель набираю, да, вдруг меня неправильно учили. Я могу сказать, что каких-то норм вообще в моделировании ногтей вообще не существует, поэтому ваша классика, она может быть абсолютно разной. Вот вы мне пришлете, там, я не знаю, 10-15 работ, ну, имею в виду разные участники, да, и у каждой будет абсолютно разная подача, да, сам процесс моделирования. Поэтому именно на процесс я смотреть не буду, я буду смотреть именно на конечную картинку того, что получилось, и, соответственно, как вы это подносите, то есть почему. Вы должны понимать, почему. Если вы ставите форму под каким-то углом, вы должны объяснить, почему. Почему вы так сделали, и что будет, если вы сделаете по-другому. Это важно, да, потому что если к вам приходит ученик, и вы ему просто показываете, да, он не понимает, он от вас уходит, а перед ним совершенно другая рука, другой палец, да, и он начинает делать, и он не понимает, а почему же была вот именно под таким углом формы поставлена. То есть либо он начинает доходить все своим умом, ну, либо из него профессионал никогда хорошего не будет. Так, надеюсь, понятно, есть у нас что-то еще? Звука нет. Есть звук, да? Так, ну, если у кого-то звука нет, ну, можно перезагрузиться. Так, надо, может, написать тогда туда, потому что раз звука нет, меня, значит, не слышат. Нет, там есть звук. Ну, все есть, там интернет уже где-нибудь, что-то написать. Так, девочки, запись будет, если надо будет, вы просто заявочку сделаете на то, чтобы прислать вам этот видеоматериал, хорошо? Потому что, ну, как бы, такой цели разослать участникам данного вебинара у нас нет. Так, соответственно, если вы проходите все эти этапы, то вы автоматически допускаетесь до педагогической сессии, да? Я могу сказать, что набор баллов именно по ответам на вопросы. Бывали ситуации, когда я небольшой недобор баллов, да, я закрывал на это глаза, то есть я допускала до следующего этапа и говорила, так, давайте посмотрим. То есть если вот в следующем этапе себя проявит этот человек действительно хорошо, то мы закроем глаза. Но это только в том случае, на какие вопросы были, скажем так, недобор. То есть там есть несколько вопросов, вот в этом опроснике, скажем так, по которым я сужу об уровне данного человека, да, данного мастера, данного специалиста. То есть если там совсем провис, такой провал прям в этих вопросах, то как бы здесь даже разговора не будет о том, что допустить до следующих. Если недобор баллов, ну вот на эти конкретные вопросы было как раз-таки то, что я хотела услышать, то да, какие-то исключения делаются до следующего этапа. Но если вы не добрали в первом этапе и были очень слабые работы во втором этапе, то как бы, ну извините, да, до следующего раза, да, это, как я уже сказала, для вас это повод заставить себя расти, да, заставить себя развиваться, может быть, что-то начать читать. Так, это что касаемо, так, сейчас мне все-таки вопросы делают. Так, Татьяна пишет, я очень теперь боюсь проходить отбор. Татьяна, мы договорились, да, девчонки, смотрите, пожалуйста, не надо этого бояться, я уже сказала. Это, эти работы останутся только, скажем так, то есть никуда дальше они не пойдут. Их проверять буду лично я, ну, может быть, кого-то я привлеку, если будет большой поток, как бы, да, работ, еще каких-то технологов наших здесь. Ну, я имею в виду, что дальше, какие-то обсуждения, ой, надо же, вот, ничего себе не представляет, а тут вот решила. Такого не будет, обещаю вас, потому что просто то, что вы вообще чего-то хотите в этой жизни больше, это уже, ну, как сказать, повод вас уважать. Я говорила, если вы пришли из трансляции ВКонтакте, я там говорила о том, что мысль о том, что надо быть преподавателем, мне вложили в голову, когда я только-только вообще начинала работать в ногтевой индустрии. Так получилось, да, просто вот, и она у меня там много-много лет созревала, потом она начала более, скажем так, более ярко, вот, где-то в моей голове, вот, какие-то периодические вспышки. Но я все не знала, а как, а где, а куда. Знаете, говорят, мечты притягивают обстоятельства, да, то есть вот моя мечта, которую я вынесла несколько лет в себе, она притянула то самое обстоятельство, которое в итоге, в общем-то, меня сюда привело. Поэтому, девчонки, не надо бояться, не надо бояться своих желаний. И, как я уже сказала, даже если вы не пройдете свой квалификационный отбор, вы поймете, а в чем ваши слабые места. Это тоже нужно. Кстати, если у нас все-таки здесь присутствуют наши партнеры, да, которые хотят, может быть, отучить своих инструкторов у нас, квалификационный отбор, это тоже для вас такой момент протестировать своего сотрудника. Да, почему нет? Так, ну что у нас? Можно просто попробовать проверить свои знания, опыты очень больших. Ну, это то, что я сейчас говорила, Кристина, то есть вы можете, конечно, пройти сейчас. Квалификационный отбор ничего под собой не несет, то есть за него платить не нужно. Вы оплачиваете, простите, вы оплачиваете обучение только после того, как мы вам подтверждаем, что вы будете проходить эту самую педагогическую сессию. То есть до этого ничего платить не нужно. Поэтому, конечно же, если вы хотите проверить просто свои знания, и даже если вы пройдете квалификационный отбор, потом по каким-то причинам просто передумаете обучаться, мы тоже, как бы, как сказать, ругать вас за это не будем. Так, понятно? Здесь все понятно? Есть еще у меня вопросики на эту тему? Так, все понятно, хорошо. Тогда перейдем к отбору, который... Переаттестация у нас, девочки, переаттестация. Сейчас, секундочку, разберусь в своих тут листочках. Так, вот, нашла. Так, смотрите, значит, что нужно сделать тем, у кого просрочены дипломы. То есть какую информацию необходимо прислать будет вам. То есть какие условия этого отбора у вас. Так, вам тоже нужно будет снять видеоролик, в котором вы должны будете рассказать о себе. Ну, то есть что вы себе представляете, да, кто вы, как долго вы преподаете, ну, то есть именно уже о уровне преподавателя. С какой целью вы хотели бы, да, подтвердить звание технолога, инструктора компании «Формула профи» и какие профессиональные изменения произошли с вами вот в период вашей деятельности, будучи инструктором компании «Формула профи». Это такое презентационное видео. Дальше. Прислать фотографии с мероприятий, обучающих ваших, да, в которых вы являетесь руководителем обучения. Можно прислать отзывы учеников, если таковые имеются, ну, может быть, где-то в соцсетях, скриншоты какие-то, фотографии работ учеников, ну, тоже, если таковые имеются, и фотографии своих работ. Это понятно, да, то есть, в принципе, ничего сложного, я думаю, что у всех у вас это есть, и особо готовить ничего не надо, просто надо снять видеоролик. Форматы, какие-то размеры по времени этих видеороликов мы не ограничиваем. Пожалуйста, если вы можете уложиться минут, там, пять, пожалуйста, мы послушаем пять минут. Если вам нужно час времени, ну, я, конечно, очень-очень прошу, чтобы не было там каких-то таких сильных рассусоливаний, да, все-таки по сути. Вот, но если пришлетесь в такое большое видео, значит, будем смотреть и такое большое видео. Так, это, что касаемо переаттестации. Что касаемо тех, у кого на руках дипломы действующие, вы, в принципе, не проходите никаких квалификационных отборов. Но все три группы, вот все, кого я перечислила, ваше первое действие, вот сейчас, после сегодняшнего мероприятия, то есть, вот вы сейчас послушали, сказали, да, я хочу участвовать, вы должны будете прислать на почту ДО, Яночка, подгрузишь сейчас, сладненько, ДО, собака, формула профи, точка, ми, На эту почту надо будет прислать заявку на анкету, то есть, я хочу участвовать в педагогической сессии, можно написать прямо в теме, да, и вам пришлют анкету. Эту анкету необходимо заполнить. После того, как вы заполняете анкету, соответственно, дальше проходим все, то есть, первая группа, мы вас допускаем до квалификационного отбора, вторая группа, то есть, переаттестация, вы тоже свой квалификационный отбор проходите, да, и третья группа, мы просто автоматически вам даем информацию, что вы включены в группу обучения. Так, давайте поговорим теперь немножечко о стоимости данных мероприятий. Так, Кристина и все остальные, если кому-то нужна запись, тоже, пожалуйста, заявку на запись на сегодняшнее мероприятие, также необходимо отправить на почту до собака-формула-профи.ми. Просто меня сейчас менеджеры не курируют в данный момент, поэтому потом из чата очень тяжело будет вот эту информацию, скажем так, выводить. Поэтому, пожалуйста, все вот заявочки на анкету и на сегодняшний вебинар тоже отправляем туда. Сразу предупреждаю, вебинар резаться не будет, он будет вот в таком виде, в каком он есть сейчас. То есть вся какая-то бесполезная информация, она здесь будет тоже присутствовать, так что имейте в виду. Так, по поводу, да, когда нужно отправлять анкету, конечно, не нужно этого делать прямо вот в данную секунду, там, сегодня. Смотрите, официально квалификационный отбор у нас начинается с понедельника. То есть вы, в принципе, до понедельника можете это прислать, ну, и немножко позже, в общем-то, да, то есть в течение февраля у нас квалификационный отбор. Сильно не затягивайте, потому что все равно есть несколько этапов, если будет очень много работ, соответственно, понадобится определенное время, например, на проверку первой вашей, первого этапа, да, дать вам доступ на второй этап. Ну, как показывает опыт, есть такие, скажем так, мастера, которые, ну, не ждут, то есть они отвечают на вопросы и тут же начинают снимать видеоролики, ну, может быть, более-менее уверены в себе, скажем так, то есть или понимаете, что там вопросы были не очень сложные, вы на них легко ответили, пока там будут проверять, у меня уже будет готов материал, да, то есть можно делать параллельно. Так, по цене, давайте по стоимости поговорим. Итак, на самом деле условия очень-очень комфортные, я сейчас буду называть цифры, но давайте мы дослушаем до конца все эти условия, да, и вы поймете, что эти цифры, они в итоге будут намного меньше. Итак, стоимость, мы с вами договорились, три группы, я надеюсь, все уже поняли, что такое группа. Итак, ну, на всякий случай еще раз, да, то есть первая группа, это для тех, кто впервые обучается, вторая группа, это для инструкторов с просроченными дипломами, и третья группа, это для инструкторов с действующими дипломами. Итак, все поняли, в какой группе мы находимся, да, и я озвучиваю. Значит, первая группа, это 30 тысяч рублей. Вторая группа, это 20 тысяч рублей. И третья группа, это 10 тысяч рублей. Что сюда входит? В эту стоимость? В эту стоимость входит 5 занятий в формате вебинара. Одно занятие в неделю. Что это из себя представляет? Чуть-чуть попозже, это уже ближе к программе самого обучения. Так, дальше. Сюда входит. Вы после обучения, вы получаете 4 свидетельства о том, что вы прошли данные дисциплины. Свидетельство получается независимо от того, сдадите вы экзамены или не сдадите на диплом. То есть свидетельство вы в любом случае получите. Так, дальше. Сюда же входит проверка ваших домашних заданий, да, потому что они нужны будут обязательно. Это я сейчас тоже буду подробнее потом рассказывать. Сюда же входит возможность сдачи экзаменов. То есть экзамены сдаются по всем дисциплинам. Мы не экзаменуем по какой-то одной дисциплине, а все остальные мне нужны. Нет, это главное условие всего этого мероприятия. Все дисциплины, которые заявлены, да, вы должны будете по ним сдать экзамены. Немножко забегу вперед. На сдачу экзамена дается 2 месяца. То есть в течение этих 2 месяцев вы должны будете сдать экзамены. В эту же стоимость входят 2 попытки сдачи экзамена. Что это значит? Тоже это по опыту. То есть вы присылаете свои работы. Мы их смотрим. И сразу мы их не бракуем. То есть мы корректируем. Мы говорим, что здесь неверно, здесь надо переделать, здесь там что-то не так, здесь слишком много. То есть мы вас корректируем. И вот после того, как вы исправите все эти корректировки, это называется уже вторая попытка сдачи. И соответственно, как показывает опыт, в принципе, на моем опыте, скажем так, завалили только двоих. Но там прям вот совершенно отсутствие желания было. И, скажем так, не было желания прислушиваться к тому, да, что было вот сказано инструктором. Так, все мероприятие проходит в дистанционном формате. То есть приезжать сюда не нужно ни на обучение, ни на сдачу экзаменов. То есть все проходит в дистанционном формате. Так, и после того, как вы сдаете экзамены, то есть все, мы вам подтверждаем, что у вас будут дипломы. Вот после этого мы вам вместе с дипломами возвращаем 50% от вашей стоимости за обучение в виде продукции. Продукцию мы подбираем сами. И продукция там будет из тех материалов, которые заявлены в обучении. То есть обещаю, что там не будет чего-то такого, чего вам, скажем так, не нужно для преподавания уже. То есть для тех, кто только начинает, и тот, кто только хочет, скажем так, начать эту деятельность, вы получите диплом, и у вас уже будет некий стартовый набор для того, чтобы уже, ну, завтра начать преподавать. Я думаю, что это интересно. То есть это мотивация для вас пройти до конца. Не просто пройти обучение, да, по сути вы можете просто пройти обучение, получить свидетельство, ну и передумать на каком-то этапе. Не хочу я больше как бы быть преподавателем. Вот обучилась, вот буду дальше я работать мастером. Замечательный опыт, мне все это дали, да, у меня теперь есть такие шикарные знания, все хорошо. Вот, соответственно, при этом условии 50% не возвращаются. Они возвращаются только после сдачи экзаменов. Если экзамены не сдались, да, то есть вы не сдали экзамены, то тоже 50% не возвращаются. То есть это мотивация для вас. Я хочу, чтобы вы отнеслись к этому серьезно. А не так, что, да, раз я пришла, раз я деньги заплатила, значит мне дипломы и так дадут. Нет, то есть я хочу видеть обратную связь, я хочу видеть, что те знания, которые я в вас вкладываю, они, да, я их получила обратно, что они дошли до вас именно так, как мне нужно. Так, экзамены платные, экзамены не платные, Александра. То есть это экзамены, все, вот все, что я перечислила, входит вот в эту первоначальную стоимость. То есть по сути, если мы говорим о первой группе, вы платите 30 тысяч, а в конце вы 15 получаете в розничных ценах в виде продукции. То есть по факту ваше обучение будет стоить 15 тысяч. Ну и так далее, по ниже. Так, возможно рассрочка, либо по частям деньги платить. Так, Кать, но на самом деле нет, к сожалению, рассрочки не предвидятся, но смотрите, то есть сегодня у нас 1 февраля. Сама педсессия у нас начинается 6 марта. То есть месяц, месяц для того, чтобы, ну скажем так, собрать денежку. Поэтому пока так, я объясню почему. Потому что педсессия, именно там рассчитана очень хорошо мотивация. То есть мне нужно вас замотивировать. У нас в свое время проходили педагогические сессии, но там была очень неправильная мотивация, и мы, скажем так, обучали, а люди не приходили сдавать экзамен. Ну по разным своим каким-то причинам, начинали преподавать. Не всегда возможно проследить вообще деятельность. Россия очень большая. И дело даже не в том, что они преподают и не имеют нашего диплома, да, на преподавание данной технологии, а в том, что я не знаю, как она преподает. Да, я уже говорила в начале сегодняшнего мероприятия, что периодически приходят жалобы от, из регионов, от мастеров о том, что я училась, она говорит, что она ваш инструктор, а при этом обучения вообще никакое, и так далее. Вот для того, чтобы проконтролировать именно ваши знания, была вот разработана такая программа. Поэтому условия такие, как бы и других не предвидится. Так. Что ж так? Так, Диана пишет мне, когда ждать вопросы на почту. Диана, повторюсь, сначала вы присылаете анкету, а, ну вы, по-моему, у меня уже прислали анкету, да? Да, это я помню. Соответственно, ждем, ну, сегодня, завтра, может быть, в понедельник, прямо вот в течение вот этих трех рабочих дней вопросы будут, ну, я постараюсь даже сегодня проконтролировать, что, может быть, сегодня, ну, максимум завтра вам их отправили. То есть те, кто прислал уже анкеты, у нас есть такие, кто у нас, кто уже прислал анкеты, потому что мы давно работаем, поэтому, соответственно, с вами мы начинаем уже работать. Так, анкеты сразу высылаются, присылайте на почту заявку, соответственно, да, по приходу вашего письма, плюс-минус, вот давайте, три рабочих дня. Просто все будет зависеть от количества, от потока заявок. Если их будет очень много, ну, может быть, менеджеру понадобится время на обработку всего этого. Если, ну, как бы не очень много, соответственно, быстрее пойдет дело. Так, еще где-то что-то, да? Так, по поводу, какие свидетельства выдают, сейчас буду говорить о программе самого мероприятия, что туда входит, да. Так, срок действия диплома в два года, потом нужно будет пройти переаттестацию. Условия переаттестации будут в момент, ну, ближе, скажем так, к этому, да, потому что все меняется. Вот сейчас у нас тоже, да, вот в нашу группу входят разные люди, то есть и переаттестация в том числе, да, и у них и разные условия. Поэтому к моменту, там, через два года условия тоже будут другие, потому что появятся новые технологии, новые материалы. Мы, смотрите, давайте немножко отвлекусь, для чего, в принципе, мы проводим такого рода мероприятия, они регулярно проводятся. Наша задача не то, чтобы вот заставить вас к нам снова прийти, сдать экзамены, получить с вас денег и выдать вам там на очередной срок этот диплом, да. Наша задача, потому что я уже сказала, вы будете являться инструктором компании «Формула профи», вы будете лицом компании «Формула профи» в своем городе, в своем регионе. И мне, человек, который отвечает, скажем так, за обучение, да, за знания технологий, я болею тем, как вы подаете там у себя в регионе информацию о нашей компании и о наших материалах. Поэтому мы ограничиваем, на самом деле, вот эти дипломы, даже в дисциплине, то есть если брать технологию «Верхняя форма», знаете, каждый, ну, даже каждые полгода, вот я вчера, когда, позавчера, да, позавчера я проводила вебинар по «Верхним формам», и девчонки многие писали о том, что я уже работаю в «Верхних формах», да, у меня все получается, но я сегодня столько много для себя нового узнала, потому что информация постоянно меняется, какие-то материалы приходят, какие-то уходят морально, устаревают, и вот эти вот каждые два года нужно для того, чтобы дать вам новую информацию, да, и, соответственно, получить какую-то обратную реакцию, что да, информация дошла, да, что вы будете ей работать дальше. Но, так как я, в принципе, обещала, что мы будем регулярно с вами встречаться, и какие-то вот эти новшества вы будете получать, посмотрим, да, то есть момент переаттестации, может быть, он будет менее какой-то такой болезненный, и финансово, да, и по времени затратный, посмотрим. Пока ничего не буду говорить, это будет только через два года. сертификаты высылаются на почту. Марин, ну, в принципе, это будет все, как скажете, да, то есть, либо это будет, как бы, живой сертификат, либо это будет в электронном виде, это все индивидуально. Сколько времени дается на заполнение анкеты? Ну, чем быстрее вы ее пришлете, тем быстрее вы начнете проходить квалификационный отбор. Не месяц однозначно, конечно, два-три дня, ну, каких-то ограничений, сроков мы не даем. Я говорю о том, что квалификационный отбор длится до 23 февраля, чтобы вы понимали, да, то есть официально мы запускаем его с 5, понедельник 5 у нас, да, то есть с 5 марта, да, до, господи, с февраля, простите, до 23 марта, с 5 по 23 марта, официант, нет, простите, да, февраль, ты меня запутала, я, девочки, простите, она мне календарь вот так вот кидает, и так, еще раз, с 5 февраля, все правильно, да, с 5 февраля по 23 февраля, то есть до праздника, да, то есть в праздник мы завершаем, да, три недели, грубо говоря, на квалификационный отбор, то есть, соответственно, чем быстрее вы заполните анкету, тем быстрее вы получаете доступ к квалификационному отбору, все, сама запуталась. Так, Наташа спрашивает по поводу ИП, ну, в принципе, я могу сказать, что по законодательству, разумеется, любая ваша деятельность, на которой вы зарабатываете деньги, конечно же, должна быть официально каким-то образом проводиться, но это, это в принципе нужно для вас, как вы это будете делать, легально или неегально, это уже как бы в принципе ваше дело, что касаемо, в принципе мастеров, которые планируют стать преподавателем, да, я хочу сказать о том, что вы в конце концов можете начинать, да, это делать в каких-то, возможно, своих кабинетах, в перспективе из вас может вырасти полноценный партнер, потому что обучение, это не основной на самом деле способ зарабатывания, да, дополнительно это материалы, да, продажи материалов, поэтому у вас еще один плюс, который я сегодня не озвучила, после получения дипломов, именно частные мастера, да, ну я имею ввиду частные преподаватели, скажем так, вас назовем, вы имеете 20% скидку на всю продукцию компании Формулы Профи, и начать потихонечку уже на этом зарабатывать, да, если ваши объемы закупок ежемесячные вырастут, то в принципе у вас будет возможность получить скидку намного больше, но это вы уже будете потом работать с оптовым отделом, и там вам все это расскажут. Программа самой педагогической сессии. Я диктую дисциплины, которые мы будем именно проходить. Моделирование ногтей в технологии верхней формы, формами жесткими и биогелями. Моделирование ногтей в технологии верхней формами гелями Нейл Шейпер. Это новый материал из поколения полигелий. Работа с системой Royal French. И четвертое, это возможности цветных покрытий от Формула Профи. Как будет проходить само обучение? То есть как это будет? Это будет в формате вебинара, то есть один день в неделю. То есть вот если брать прям по календарю, 6 марта у нас, не перелистывай, он идентичный. 6 марта у нас будет первое занятие. После каждого занятия выдается домашнее задание. В течение недели вы должны будете выполнить домашнее задание и в виде фотографий прислать его. Это нужно будет сделать в течение недели. Домашнее задание, точнее присланное вами домашнее задание будет являться доступом до следующего занятия. То есть если вы по каким-то причинам не присылаете домашнее задание, я буду считать, что вы его просто не выполнили, не выполняли, и вы просто автоматически вылетаете из спецсессии. Оплата не возвращается, это сразу предупреждает. То есть это мотивация для того, чтобы не просто посидеть. Девчонки, вы поймите, я вас не вижу, я не знаю, кто вы, что вы, и как вы относитесь к тому, что происходит. Поэтому обязательно нужно понимание, что вы действительно что-то делаете после получения данных знаний. Кстати, хочу сказать, что все занятия, которые будут проходить в вебинаре, вы будете получать запись этого занятия. То есть это занятие у вас останется. Вы будете с ним работать. Не просто что-то поняла, что-то не поняла, что-то успела записать, законспектировать, что-то не успела. То есть у вас будет материал, который вы сможете потом пересматривать, хоть наизусть его можно зазубрить. Вот, вы присылаете в течение недели домашнее задание, вы получаете доступ до следующего занятия, до следующего вебинара. И так далее. Четыре занятия. И будет пятое занятие, оно уже будет в апреле. Да, можно перелеснуть. Как раз-таки 3 апреля будет последнее занятие. Это будет консультация по экзаменам. То есть на нем будем подробно рассказывать, как нужно будет сдавать экзамены. Тоже отвечать на все вопросы и так далее. То есть мы посвятим этому прям отдельное-отдельное занятие. После этого мы с вами расстаемся на 2 месяца. Ну как расстаемся, не расстаемся. То есть в течение 2 месяцев вы начинаете присылать свои экзаменационные работы. Мы их проверяем, ну и соответственно вас аттестовываем. В каком формате присылать домашнее задание? Домашнее задание нужно будет присылать в виде фотографий. Это будет все подробно рассказываться. Не переживайте, все это будет происходить в контакте. В группе будет создана закрытая группа, в которой вы будете состоять. Туда вы будете присылать свои домашние задания. Буду корректировать. Хочу сразу сказать, что не будет такого, что я буду оценивать работу и не допускать вас до следующего занятия. Нет, то есть сам факт того, что вы это должны будете делать. Домашние задания несложные, сразу говорю. То есть это не значит, что вы всю целую неделю будете только этому посвящать. Возможно, вы посвятите там какое-то несколько часов, там 1-2 часа в день. Возможно, вы уделите там, допустим, 1 день, да, из всей этой недели. И, в общем-то, все. Сразу же сделаете нужные фотографии, и сразу же пришлете, и на неделю, скажем так, об этом забудете. Так. Да, конечно, Наталья, расписание будет заранее предоставлено. Ну, в принципе, расписание будем присылать уже после того, как вы заполните анкету. То есть пройдете вы квалификационный отбор или нет, это уже как бы другой вопрос. Расписание будет вам доступно. То есть вся программа с перечнем материалов, которые будут использоваться в данном обучении, чтобы у вас, ну, плюс-минус хотя бы что-то было. Я готова отвечать на вопросы, если у меня этого нет, могу ли я это чем-то заменить. В принципе, плюс-минус мы будем это корректировать. Это возможно. Так, какие у нас будут экзамены и, соответственно, дипломы по окончанию вообще всего этого мероприятия. Это моделирование ногтей в технологии верхней формы жесткими гелями. То есть это первый диплом. Второй диплом – работа с системой Royal French. Третий диплом – моделирование ногтей в технологии верхней формы биогелями, ну, мягкими гелями, да, и моделирование ногтей в технологии верхней формами гелями Nail Shaper. Я уже сказала, это новый гель, который скоро поступит в продажу компании Formula Profi из линейки полигелий. Так, еще что не сказала, будет даваться полное материаловедение по ассортименту компании Formula Profi со всеми новинками и со всеми нюансами с этим связанным. Так, ну, это что касаемо программы. Да, сколько по времени будут длиться занятия. Длительность их, ну, скажем так, от двух часов, ну, наверное, до четырех, где-то вот плюс-минус так. Сильно, я думаю, не будем рассусоливаться. То есть начало каждого мероприятия будет в одиннадцать по Москве, ну, соответственно, где-то после трех мы будем завершать. Это однозначно. Так, Еще у нас какие-то вопросы есть именно по теме, девочки. На сами занятия, Анастасия, модели не нужны. То есть смотрите сами. Вы были у нас на каком-то, видимо, занятии, да, когда у нас была обратная по скайп-конференцию, я смотрела, что вы делаете в обратную сторону. Нет, здесь этого не будет. У вас будет ровно неделя для того, чтобы попробовать это сделать на модели, сделать фотографии и прислать их, соответственно. Поэтому, так, еще Александра пишет, если полгода назад сдали на все заявленные дисциплины, кроме одной, все равно. Так, смотрите, да, я забыла об этом сказать, девчонки, для тех, у кого есть действующие дипломы. Это важный момент. Смотрите, вы, по сути, я вас приглашаю только на одну, на одну дисциплину, да, вы можете на всех остальных даже не присутствовать, как хотите. Хотите присутствовать, хотите нет, потому что у вас еще действующие дипломы, не так много времени прошло. Вы присутствуете только там, где мы будем рассматривать гель-нейл-шейпер в верхних формах, да, то есть только здесь. И сдавать экзамен вы будете только по этой дисциплине. Но, после того, как вы сдали экзамен по этой дисциплине, мы вам обновим ваши дипломы по, ну, по тем, которые у вас есть на руках на сегодняшний момент, да, то есть это тоже плюс для вас, потому что вы, по факту, ну, на тот момент в мае месяце вашему диплому плюс-минус будет уже год, а то и побольше, да, то есть, по сути, через год вам нужно переатестовываться, мы вам их обновим на два года. Поэтому я думаю, что это тоже будет интересно. Девчонки, это касается абсолютно всех, у кого действующий диплом на руках, да, и дополнительно, то, что я знаю, у вас точно не было, это верхние формы с эластичными гелями. Этот тоже диплом будет вам выдаваться, как бы, ну, автоматически. Это касаемо именно этой группы. Так, если я не владею классикой, как быть, работает только Юль? Ну, могу сказать, что, скорее всего, нет. Если совсем классического моделирования нет, это будет сложно, потому что дело даже не именно в этой категории, потому что мы на лето планировали собирать еще одно мероприятие по арочным формам, да, там это уже важно, там это уже важно, в принципе, понимание классики и так далее. Поэтому, наверное, все-таки нет, Юль. Так, материалы по новой системе, где можно приобрести. Так, Эльвир, хороший вопрос. Эльвирочка, ждем, ждем, как бы, должны поступить эти материалы, если будут какие-то заминки с этим связаны, я, в принципе, поставила именно это обучение, то есть, это будет вообще четвертое занятие в нашей, ну, в нашем обучении. Сейчас, секундочку, покажу, какое это будет. Это будет аж 27 марта. И если по каким-то именно нашим причинам у вас еще не будет на руках данного материала, да, то, ну, скажем так, ничего страшного, я закрою глаза на домашнее задание, да, вы в любом случае потом будете готовиться к экзамену по этой дисциплине, вы в любом случае ее отработаете. так, Татьяна спрашивает, а если я по классике мастер-самоучка, вполне возможно, пробуйте, дипломы я не требую по классике, потому что я могу сказать, опять же, по своему опыту, я училась в школе в свое время, меня обучали, мне давали соответствующий документ, что я обучилась, да, но меня не научили ничему, я доходила до многого потом уже сама, да, то есть был такой вот негативный опыт, поэтому пробуйте, давайте посмотрим, что вы умеете. Почему нет? Нет, в принципе, из самоучек тоже выходят неплохие мастера, которые могут даже дать фору мастерам, которые там прошли какие-то очень, такие школы с громкими именами, поэтому, конечно же, все это можно. Так, Марина спрашивает, для домашнего задания нужно покупать материалы формулы профи или отрабатывать на своем? Ну, конечно, желательно на материалах формулы профи, потому что мы будем с вами отрабатывать верхние формы, если вы знаете, что это такое, то не все материалы подходят под технологию верхние формы. Так, еще раз расскажите, спрашивайте Татьяну, в каком формате будут проходить экзамены. Так, Татьяна, вы у нас экзамены, в принципе, уже сдавали, формат абсолютно такой же, что касаемо вас, вы будете сдавать не только один экзамен, все остальные нет, потому что, насколько я помню, у вас действующие дипломы, поэтому в этом плане не переживайте. Расскажу тогда хорошо, раз вопрос задали, для тех, кто не знает. Экзамены будут сдаваться в формате, то есть вам необходимо будет прописать, точнее, да, прописать методическое пособие по заявленной схеме, то есть это мы будем обсуждать на пятом нашем дне обучения. на пятом нашем дне обучения, да, то есть методическое пособие, вы будете его прописывать. Дальше, вам нужно будет снять видеоролик о том, как вы делаете последовательность действий, шаг за шагом, комментируя свои действия, то есть в принципе, ну практически то же самое, что вы делали на квалификационный отбор, только уже по заявленной зацеплению. На самом деле, ничего такого прям сверхъестественного, сложного нет, а дальше уже будем вас оценивать. Так, Диана спрашивает по поводу, как будем отслеживаться. Смотрите, вопросы вам будут присылаться тогда, когда вы скажете, я готова, да, то есть менеджер будет с вами созваниваться, засекать время будет он. Я говорила о том, что раньше это происходило немножко попроще, у нас была система, которая все это отслеживала, но сейчас там технические неполадки, и я очень надеялась, конечно, что к февралю их исправят, но, к сожалению, не исправилась. Поэтому, да, засекать время будет он, и, соответственно, через полтора часа вам нужно будет все это прислать. Ну, Светлана, как бы я, в принципе, сейчас ответила, я думаю, на этот вопрос, да, то есть мы не будем вам присылать, и говорит, вот, садитесь и отвечайте, разумеется, вы будете сами говорить, когда, ну, единственная, конечно, у меня будет просьба, это, чтобы все-таки это было в рамках нашего рабочего времени, да, потому что менеджер, который будет за это отвечать, он, к сожалению, круглые сутки не работает, это я просто для тех, у кого все-таки есть большая разница с Москвой, все-таки подгадать именно период, да, то есть наше рабочее официальное время с 10 до половины седьмого вечера, ну, хотя бы где-то ориентировочно до шести. Так. Список материалов, я уже говорила, и программа, и список материалов будет присылаться вам после того, как вы заполните анкету, то есть сразу же вся программа будет присылаться вам на руки, и вы, в принципе, можете сначала познакомиться с программой, со списком материалов, и только потом, соответственно, вообще принимать решение, участвует ли мне во всем этом, проходить ли квалификационный отбор или нет. То есть мы никого насильно не тянем, чтобы не было потом каких-то недоразумений. Так, Анна спрашивает, можно ли в выходные? Ну, выходные вы, конечно, можете прислать, но заявку в любом случае обработают только в понедельник. Так, Елена, не совсем поняла, какие дипломы будут выдаваться нашим ученикам. Имеется в виду, поскольку вы являетесь преподавателем, какие вы будете дипломы выдавать, свидетельство мы это называем, да? Ну, переформулируйте вопрос, пожалуйста. Да. Лен, смотрите, в принципе, мы здесь тоже не обязываем. Если вы хотите, вы можете выдавать свидетельство своего образца. Ну, для некоторых это проще. Если вы хотите, вы можете выдавать свидетельство нашего образца с нашей московской печатью. Там она стоит, какая-то символическая, буквально цена на каждое свидетельство. Если есть желание, можете заказывать у нас, мы вам будем их присылать. хорошо, без проблем. Все, девочки, давайте пока-пока. Оксана, тоже вам спасибо. Увидела вас только сейчас. Очень рада, что вы здесь с нами. Все, девчонки, пока-пока. Всех люблю. Буду рада со всеми дальше сотрудничать, работать. Здесь увидимся. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok